Привет зрители! Сбылась мечта комментатора под какой-то моей записью. Я решила их обозреть отдельно. Моя покупочка свадьберис. Зимние уги. Возможно ли бывают еще летние уги, хрен знает. Осенние или весенние и гетры. Так получается, что ноябрь заканчивается и осень тоже. Я в этих сапогах еще не ходила и вряд ли похожи. Они будут зимними. Будут потом отдельно зимние обуви обозреваться. Я у них только к дому ходила, чисто так потаскать. Они 36 размера уги. Покупала на распродаже 70 с чем-то процентов. Скидка была, ибо последний размер. А в малом они маломерки, потому что у меня 35 размер. Они мне вот только-только. Если толстый носок одевать, то уже не влезут. Если тебе зрители интересно посмотреть, как оно на ногах. Оно заявлено, кстати, было как большие высокие сапожки. Я все соображала, где эти 18 сантиметров или сколько тут будет. Но на самом деле они нифига небольшие, но мягкие. Я их растаскала. Я думаю, если еще потаскать, мех умнется. Там шерстяная стелька из овечьей шкурки. Овечьи такой мех, мешочек. И довольно теплая. Вот чисто на голую ногу или по тонкому носку вообще один шикарный. Так заходит, напомню. 36 размер на них, а у меня 35. Один в один. В каментах иногда писали на Вэтберри, что они маломерят. Ну, в принципе, вот так и есть. Но они последние. Я их купила. Там еще одни были, пока мне эти везлись. Уже там больше их не стало. Если тебе вдруг, зритель, интересно, как оно на ногах, то, по-моему, в предпоследнем или в последнем стриме я в них шастала. Там периодически в камеру было видно, что я шастаю. И у меня были эти сапожки, а еще поверх были гетры. Гетры я заказывала. Они хотя бы и не обувь, но они на обувь. Так что, частично обувь. Гетры я заказывала, чтобы у меня ноги в ботиночках, которые как бы осенние, местами зимние, не мерзли. Потому что на джинсы туда засобачишь. Следующий ролик обувь осенней ты как раз увидишь и поймешь, о чем я. И вроде нормально. А вот если без джинсов, а вот там какие-нибудь колготочки, такие легенцы, то холодно ножкам. Даже в некоторых местах на джинсы одеть. И поверх вот на эти волосатые ботиночки из искусственного меха с кожей молодого дермантина поверх, то бот, соответственно, ножки еще теплее. Ну, мало ли какая там погода бот. У нас снег то падает, то стаивает, то снова западывает. Я их кверх ногами положила. У меня вся покупка почти на тысячу вышла. Я, честно, не помню, сколько эти гетры стоили. Но около 400 рублей, наверное, как-то так. 300 с чем-то. В общем, если 605 рублей сапоги и 300 с чем-то там, почти 400 гетры. Тут чуть-чуть шерсти, какой-то лайкры и еще куча всего. Но они очень теплые. Вот дома ходила и очень тепло в них ощущалось. Это как раз вот тот самый стрим. Но я думаю, что это прошлого воскресенья, наверное, был. Так что вот моя покупочка. Обувь. И я не знаю. Ты скажи мне, зритель, что это? Обувь это или одежда? Обувь и одежда. Обувь и одежда. Я их пока... Нет, я их, наверное, в шкаф уберу. А это уберу в другой шкаф. Вот такой небольшой обзор. Сейчас пойду писать обзор обуви. Зритель, ты должен сказать, будь здорова, Лёля. Спасибо. Пока. Не забудь поставить палец кверху.